Мы продолжаем отвечать на вопросы, которые задают зрители интернет-портала Экзегет. Вопрос такой, что такое окамененное нечувствие? Окамененное нечувствие это когда человек имеет бесчувственное сердце, когда сердце его окаменело. Эта окаменелость может быть двух принципиально разных состоянных. Глубокое окаменение и не столь глубокое окаменение. Это условные слова, метафоры. Понятно, что камень остается камнем, но есть базальт, а есть гранит. Базальт гораздо более твердый камень, чем гранит. И вот в этом смысле. То есть, есть сердце, которое стало базальтовым, а есть сердце, которое, скажем, похоже на песчаник. Это все равно камень или какие-то кварцевые породы. Все равно камень. Но все-таки как-то с этим проще справиться. В чем разница? Бывают окамененные нечувствия, которые изначально поражают, оно есть у каждого некрещенного человека. И при нашей действительности у множества, у подавляющего большинства крещенных людей. Когда сердце не чувствует Бога, не ощущает именно Его живого присутствия в своей собственной жизни. Не чувствует, когда Бог гневается на Него, когда Бог благословляет Его, когда Бог так или иначе руководит Его жизнь, утешая, вдохновляя или стража человека за то, что он делает что-то не так. Это, по сути дела, это и есть окамененные нечувствия. Но иногда, то есть оно есть, еще раз повторю, что оно есть у дел каждого, естественно, неверующего человека. Они же не чувствуют Бога, поэтому не верят. Хотя Он есть, и в их жизни тоже есть, просто они этого не чувствуют. И большинство верующих людей, потому что они, хотя и ходят в церковь, но тоже Бога не чувствуют. Но это нечувствие иногда достигает такой степени борьба человека с правдой Божьей, с Богом, со светом Божьим. Становится настолько порой целенаправленной, методичной, что человек теряет не только нечувствие в отношении Божественных вещей, но и вещей человеческих. Он становится бесчувственным вообще. То есть сердце окаменело настолько, что он даже не чувствует, скажем, боли другого человека. Он не чувствует стыда, он не чувствует радости другого человека. Вот сердце окаменеет настолько, что даже к простым человеческим чувствам становится глухо. Причем это интересный момент такой. Все с этим наверняка сталкивались, переживали сами и встречались с подобным у других людей. Человек, обладающий нечувствием, вообще полным нечувствием, он, как правило, очень хорошо чувствует свою собственную боль, страдания, горе. И упрекает всех за то, что они этого не чувствуют. Даже человек, который самый-самый-самый нехороший, плохой человек, он при этом очень хорошо чувствует, когда ему одинок, или когда у него болит печень, или когда у него там большой какой-нибудь там нарыв, или когда у него онкология. Он чувствует это. Он-то сам чувствуется болью. Он не чувствует других людей. Он не чувствует, что другим болью. Он не чувствует, что другие страдают. Он весь закрыт в своих собственных страданиях, в своей собственной боли, в своих собственных разочарованиях, и совершенно не чувствует, что делают другие. При этом он кричит, что все вокруг бесчувственны, хотя на самом деле бесчувственный он сам, потому что он не чувствует других людей. Человек, который сохранил чувства других людей, он никогда не упрекает других в несчувствии. Вот такой парадокс, и если хотите, такая вот лакмусовая бумажка. Если встречаете человека, который упрекает всех вас и всех прочих в том, что его никто не любит, что его боль никто не чувствует, что его никто не понимает, что его там буквально сжили со святой, и вообще никому до него дела нет, это вот как раз человек, которого сердце окаменело настолько, что он не чувствует даже других людей. А человек, который хотя бы сохранил эту степень чувственности своего сердца, он обычно просто терпелив, и даже своей боли, в своем страдании, в своем горе, он старается хоть как-то помочь и утешить других. У него может быть окамененное нечувствие в подлинном смысле этого слова, но человеческое сердце он сохранил. Он способен не замыкаться в своем каком-то страдании и боли, он выходит навстречу другим людям. Ну, напомню, собственно, окамененное нечувствие – это именно нечувствие Бога. Но я не случайно сказал об этих сторонах, о сторонах двух как бы состояниях окамененности. Дело в том, что путь к изменению сердца, к тому, что в конце концов, какая разница, что такое окамененное нечувствие. Вот, почти все люди на земле им страдают. А вопрос в том, как из этого состояния выйти. И вот выйти из него можно так же, как вот образ человека, который сохранил человеческое чувство. Что он делает? Он не замыкается на самом себе. Он выходит навстречу другой радости, другой боли, другой переживаниям. Он начинает помогать другим. Пытается утешить, помочь, поддержать другого человека. А не кричит всем о том, как ему плохо. И этот человек сохраняет свою человечность. Вот, вообще, этот путь сам по себе, он актуален и для окамененного нечувствия в духовном смысле. Потому что одна из заповедей Божьих, она относится о служении, с обставимым служением людям, с открытостью людям. То есть, если человек начнет делать то же самое, но, скажем, просто разумом хотя бы, даже не умом, тем более не сердцем, но разумом примет, что Бог есть, и будет делать так же, то постепенно его окамененное нечувствие будет разрушаться. И однажды он почувствует, что руки, которые перевязывают рану больному человеку, это руки Христа. Что слова, которые утешают другого, это уста Христа. Что то объятие, которое он обнимает умирающих, это объятие Христа, в которое заключает их обоих. Однажды он это почувствует, почувствует Христа в своей жизни, просто хотя бы продолжая служить, утешать, помогать людям, хотя бы просто в смысле о том, что есть Бог и есть Христос. На этом пути он его встретит, и камень его сердца разрушится. Но это же является и как бы иллюстрацией, таким методом, которым человек может напрямую открывать себя Богу. Больше всего это происходит в молитве, но сама по себе молитва будет недействена, если человек не будет открывать себя Богу в актах жизни. Вот почему у многих молитва ни к чему не приводит. Оно не разрушает окамененные нечувства. Не хватает вот этого открытия себя Богу в непосредственных актах жизни. То есть, я молюсь Богу. Ну, скажем, я могу читать там молитву Иисусову 1500 раз, я могу читать Псалтырь, я могу там читать молитву Отче Наш, или Каноны, или Акафисты, ни суть не меняется. В любой молитве содержится мысль о том, что Бог управляет жизнью человека, что есть промысел, и все происходящее происходит по его воле. Значит, если я молюсь истинно, в Духе и истине, то входящего в свой дом человека я принимаю как посланного Бога. Ломающийся кран я принимаю как вот обстоятельство, попущенное Богом. Повышение там по работе, или увольнение с работы, или перевод на новую работу, я понимаю как волю Божию. Вот если молитва будет поддерживаться такими актами жизни, да, Господи, как хочешь, принимаю, и немало вопреки глаголю. То есть я принимаю то, что ты посылаешь, вот это открытие себя Богу в обстоятельствах жизни, оно и укрепляет молитву, и делает ее такой, что во время молитвы человек получает те необходимые благодатные посещения, благодатные ощущения, которые вот сначала просто никак не проявляются, в конце концов смешиваются слезами, поток этих слез становится все больше и больше и больше, в конце концов окаменение исчезает, и человек начинает ощущать Бога в повседневности своей жизни. Но я еще раз повторю эту мысль, она очень важна. Если вы сегодня хотите там на молитве ощутить Бога, вот, у вас ничего не выйдет. Это будет прелесть, это будет соблазн, вы приобретете еще большие проблемы, ничего у вас не выйдет. Вы должны понимать, что человек должен научиться открываться Богу в обстоятельствах жизни. Человек открывается Богу. Он хочет быть с Ним, он хочет ощутить Его присутствие. У него есть разум, мысль, что Бог все попускает ко благу человека. Принял человек эту мысль, она вообще известна. Это знают все. Не все с этим согласны, но все это знают. И когда с ним что-то случается, человек доверяет Богу, который привел это обстоятельство, и соглашается с Ним, то есть он открыл, он доверился Богу, а стало быть, открылся ему в этом обстоятельстве. Он принимает Бога в этом обстоятельстве. Не чувствуя Его, естественно, не переживая Его, а просто веря, что так надо. И вот тогда, когда таких вот действий, таких поступков человека, принимающие все происходящее с ним, как посылаемое Богом, становится какое-то изрядное число, это только Бог знает, сколько это изрядное число, на молитве начинает что-то происходить. И это тоже какое-то время. И только тогда, когда постепенно, через сокрушение сердца, стало быть, покаянную молитву, сознание своей глубокой вины, испорченности, греха, постепенно ломается камень сердца, вот только через какое-то время, начинается, приходит ощущение божественного присутствия. То есть путь к этому ощущению, стало быть, к исцелению окамененного нечувствия, он состоит из двух действий. Кроме, ну, я вставляю за скобками вот то, о чем мы говорили вначале, то есть служение ближним, оно помогает, и для многих становится единственным путем, на котором открывается Христос. Это путь неплохой, но я сейчас говорю о том другом пути, которым многие стараются идти. как бы вот духовным путем. Он состоит из двух элементов, из двух действий. Это принятие воли Божьей во всей ее полноте. Вот ты так сделал, так оно и быть этому. Раз ты так сделал. Вот. А второе, это продолжительная молитва, сокрушенная молитва, то есть молитва покаянной, при котором человек сокрушает свое сердце, понимая, что это оно виновата в том, что оно не чувствует Бога из-за своих страстей, из-за своих грехов, из-за своей суетности, из-за своей гордыни, из-за своей сокомерии. Он постоянно побивает свою совесть, сокрушает свое сердце, в том числе словами Священного Писания, сокрушает. И вот это действие, как бы осуждение, направленное на самого себя, и при этом принятие всего того, что посылает мне Бог, оно через какое-то достаточно длительное время, оно приводит к тому, что окаменение исчезает, и человек начинает чувствовать Бога. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok